Этот рушник 19 мастериц вышили всего за одну ночь. По традиции количество человек должно быть нечётным. Роза Николаевна руководитель этой кропотливой и плодотворной работы. Случайно вспомнила о давней традиции, когда рушник вышивается в сложной для страны ситуации. На изготовление этого рушника приехали лучшие мастерицы со всей Запорожской области. Каждая из них вложила в эту работу любовь, тепло и положительную энергетику. Обидный рушник создавался в полной тишине. По традиции ни одна из мастериц не могли говорить во время работы. Лишь думать о том, каких изменений мы хотим. Главная идея рушника – это чтобы прекратилась война, чтобы Украина процветала. Вот это самый главный смысл. Чтобы плохое всё ушло и наша страна победила и продолжала развиваться и процветать. Основной орнамент Роза Николаевна придумала самостоятельно. Но без помощи других рукодельниц не справилась бы. Лишь соединив все идеи воедино, получился такой рушник. Но главное – не его внешний вид, а работа и душа, вложенная в его создание. Лишь соединив не за тем, чтобы он был красивый, а чтобы у него была сакральность. Потому что они все свои подумки закодовывали в этот рушник. И он был настолько энергией энергией, что люди верили. И мы, мастер, верим, что это будет помочь Украине стать свободной, счастливой и всем нам жить в мире, в добре, в славе. Рушник возложили на икону Божьей Матери, с верой в то, что его силы помогут победить все беды нашей страны. Благословляется, освящается, окропливается рушникцей благодатью Святого Духа через окропление водицы и Святой во имя Отца и Сына и Святого Духа.